всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я к вам сегодня с чудо рецептом ну просто я не знаю даже выпечкой это назвать невозможно это просто произведение искусства аджарские хачапури это так вкусно а тем более что готовить я буду в мини печке оберков movl l26 я ее купила вот совсем недавно и хочу протестировать именно на аджарских хачапури сейчас вам все расскажу и покажу поехали значит вот такая вот мини печь movl l26 фирмы оберхов девочки это просто мечта любой хозяйки вот реально вот он я вам ее сейчас быстренько покажу хотя быстренько даже не хочется потому что но столько и функции в ней что хочется вам все подробно прямо рассказать но времени нет попробую вам очень быстро так подходим к самой печь сначала смотрите какой стильный дизайн смотрите как красиво смотрится просто супер сенсорное управление я выбрала себе такую вот черненькую вот значит сразу смотрим на крышку на крышке все расписано на какой уровень поставить для выпечки например или для чего-то поддоны подносы и все остальное тесто тепло жарко выпечка разогрев дефрост печенье закуски чуть повыше тост и курица фритюр овощи пицца сушка и чуть повыше бейгл или гриль все расписано открываем загорается свет конечно же посмотрите как там много места кажется она очень маленькая на самом деле место очень много вы можете там приготовить курицу весом два с половиной килограмма вы можете представить сейчас разберемся по функциям самое главное что мне еще понравилось смотрите это вот такой съемный поддон для крошек он называется вот такой поддончик но я его сразу заметила потому что в обычных духовках когда просто дно под элементами нагрева да и все и получается что когда у нас туда что-то там капнет или что туда нам уже отсюда не вытащить как вот это вытащил и протер вот это просто я уже знаю как хозяйка что это очень супер будет выглядеть так значит закрыли все свет выключился значит смотрим здесь все 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 расписано сенсорное управление но самое главное посмотрим сколько функций у этой мини печь мини печь а функции море просто вот одна мини печь вам заменит смотрите сюда начну сразу это шашлычница то есть не только вы можете испечь но и приготовить шашлыки смотрите вот так вот на держатель вот на этот вертель а можно значит прицепляя смотрите шашлычницу вот такие вот шампура вот так вот все вообще легко просто ну так вот все видите я уже вам приготовила на этот же вертель вот на этот же вертель мы можем одеть курочку гриль вот эти приспособления для держания курицы да курица входит я вам уже сказала два с половиной килограмма до двух с половиной килограмма можно курицу туда на вертель посадить чтобы обжарить самое главное что меня конечно же вдохновило это вот фритюрница девочки смотрите это фритюрница для картофеля фри для чего-то любые продукты какие вы хотите сделать во фритюре но без масла вы представляете вот все вот вам пожалуйста вот такая корзина для фритюра красота и только на вертель точно так же она одевается и у вас допустим картофель фри который очень любят дети у вас приготовиться без масла и очень вкусно и очень быстро далее вот такой вот так все тут снесла вот такой вот значит противень решетка тоже для фритюра то есть мы готовим во фритюре но без масла это вот это просто мечта любой хозяйки пожалуйста крылышки сюда положили и кто следят за своим питанием понимает что много масла это вредно а тут вы можете приготовить без масла продукты пожалуйста на гриле во фритюре два противня идет в комплекте вот такие вот тут у меня есть два два сейчас я достану смотрите так вот и две вот такие вот решетки в такой печи еще существует технология дуокок вот она вот здесь вот изображена кнопочка есть значит эта технология позволяет готовить в духовом шкафу сразу два блюда и выбрать для них разную температуру и время приготовления использованной данной технологии поможет вам тратить в два раза меньше времени для приготовления разных совершенно блюд такая печь вам заменит фритюрницу тостерницу потому что здесь можно приготовить тосты вам заменит гриль здесь можно приготовить будет пиццу причем пиццу приготовите вы с хрустящей корочкой а начинка останется влажной и сочной сильное нагревание продуктов чтобы подрумянили сверху это технология бейгл выпечку овощи жарка тесто это то есть тесто будет там подходить у нас при определенной температуре разогрев различные закуски курицу вы можете какое-то определенное время держать продукты в тепле то есть приготовили что-то и чтобы у вас не остыла поддерживалась эта температура чтобы у вас подать потом горячую курочку пока вы ждете супруга например с работы у вас есть такая функция тепло дальше будет у вас эта печь служить как дегидратор для сушки овощей и фруктов есть функция дефрост это режим бережного размораживания что избавит от вас от изнурительного ожидания разморозки продуктов при комнатной температуре технология дуа кок я повторюсь когда приготовите два блюда одновременно ну и предварительный нагрев который не нужно ждать как мы духовку обычно включаем заранее тут моментально нагревается духовка до определенной температуры которую вам нужно но самое главное это безопасность у вас выставляется температура автоматически выбрали программу температура автоматически выставилась и если вы даже забыли время и температуру поставить то у вас автоматически она отключится то есть никогда у вас ничего не сгорит ни перегрева никакого у вас не будет вот такая вот красота ну и сейчас конечно же мы с вами как и обещала будем готовить хачапури по-аджарски вот такой мини печи оберхов для рецепта нам потребуется 500 граммов просеянной муки вот пожалуйста значит 250 миллилитров жидкости я взяла пополам молоко и вода значит далее 2 чайные ложки сахара 1 чайная ложка соли 21 грамм прессованных дрожжей или 7 граммов сухих дрожжей 1 яйцо и граммов 30 приблизительно сливочного масла что я сейчас делаю я дрожжи растворю в жидкости в этом молоке сейчас сюда вот так вот выкладываю добавляю сюда сахар соль можно все вместе ничего страшного нет и вот так хорошо размешаю сейчас сделаю углубление в муке выливаю нашу жидкость туда добавляю одно яйцо и перемешиваю сначала венчиком или лопаткой чем удобно вам а потом будем вымешивать руками не забывайте что мука у всех разная посмотрим может быть потребуется больше муки если будет сильно густо тогда можно будет добавить еще молочка сейчас руками все сориентируемся венчик я убрала сейчас пока в миске буду вымешивать вот так вот а потом на стол можете замешивать в планетарном миксере потому что вымешивать тесто для хачапури мы должны долго в течение приблизительно 7-10 минут мы должны вымешивать я сейчас выложу на стол немножко еще возьму муки подпылю сейчас вот так вот распределю и отправляю сюда размягченное конечно же сливочное масло вот так и все сейчас это все будем вымешивать вот посмотрите я вымешивала тесто в течение 7 минут посмотрите какое оно стало оно стало очень мягко видите к столу вообще не липнет муки я больше не добавляла вот сколько вот припылила вот смотрите как оно мягкое смотрите вот такое тесто должно быть да немножко липнет к рукам ну и что ничего страшного именно вот такое тесто должно у нас быть ой и пахнет тесто очень вкусно сейчас мы берем миску в которой было у нас отправляю сюда закрываю крышечкой и отправляю на расстойку в нашу мини печь у меня выбрана видите режим тесто это значит что у меня будет подходить тесто здесь температура автоматически выставляется сейчас на нижнюю решетку я ставлю чашку с тестом которую сделала значит показываю вам температура 3-4 градуса 45 минут это автоматически у меня выставилось я увеличу до часа сейчас время выставки теста вот так и все через час старт нажимаю все через час у меня машина даст сигнал что все готово в периоде я могу проверять как у меня там тесто себя чувствует и снова закрыть пока я смотрю время останавливаться как только я закрыла печи время снова начинает работать пока у нас тесто подходит мы давайте с вами приготовим начинку которая будет в хачапури значит я взяла адыгейский сыр это приблизительно тут вот головочка 400 граммов и сыр сулугуни приблизительно граммов 300 ну 280 а тут немножко побольше 400 все вместе где-то вот 700 граммов сыра это будет у нас на 4 хачапури на 4 значит руками просто разомну адыгейский сыр можете взять любой другой рассольный сыр какой у вас есть вот так вот его разомните если вы боитесь что большая стоимость вышла у меня я точную цифру конечно до копеек не скажу вам до рубля но где-то вот там все это вместе у меня вышло около 400 рублей это считайте на 4 хачапури значит получается у нас на 100 рублей начинка выйдет из сыра я уже не считаю там господи мука у меня не очень дорогой я беру муку вот так отставим немножко в сторону сейчас беру сулугуни и буду натирать на вот такой вот крупной терке так вот сколько у меня получилось сыра сейчас все вместе смешиваем и сейчас немножечко перемешаем все вместе вот так прямо рукой но дело в том чтобы он вот так вот хорошо у нас липкий образовался немножко жидкости здесь не хватает хорошо если вы возьмете и у вас есть сливки я посмотрела у меня их нет поэтому я немножечко добавлю молочка чуть-чуть ну граммов 30 может 50 так и вот прямо фарш как вы месите вот так вот вымешу приготовлю вот смотрите примерно вот такой консистенции должно получиться вот так я сдавила видите держит форму но не жидкая достаю тесто из печки смотрите какая красота получилась за час у меня потому что комфортная температура в печке и вот результат так сейчас я немножко припылю поверхность так выложу сюда тесто так я буду делать 4 хачапури так и вот так вот делаю обминаю значит смотрите 2 хачапури я буду выпекать сразу потому что нас двое я на данный момент и мой муж хачапури это такая выпечка которую нужно кушать только горячей ее нельзя оставлять на потом и подогревать поэтому я сейчас вот эти два кусочка оставшегося теста вот так вот округлю так и отправляю в холодильник сутки спокойно в холодильнике это тесто простоит я сейчас вот так закрою и завтра быстренько выставлю его оно у меня из холодильника нагреется здесь на столе и я сделаю снова хачапури почему бы зададите вопрос не сделать вам тесто завтра ну потому что тесто готовится довольно таки долго для хачапури 7-10 минут как заметили нужно только вымешивать а так оно уже готово и на завтра на завтрак будут вкуснейшие хачапури так тесто убираем точно так же мы поступим и с начинкой начинку я вот так визуально разделила тоже на 4 части 2 мы используем а 2 я посложу в контейнер и будем использовать завтра так припылю чуть-чуть беру кусочек теста этот сверху прикрою полотенчика значит и начинаю разминать руками вот так вот смотрите оно просто волшебно видите оно такое мягкое и вот так вот руками разминаю чтобы оно получилось у нас довольно таки тонкое вот так значит сейчас беру начиночку которая вот сюда буду и немножко сначала начинки положу на бортики вот так вот так из одной четвертой части которую я вот тут вот отмерила так надеюсь вам видно будет и вот так вот бортики сейчас делаю прижимаю и второй бортик сделаю точно так же и вот так вот прижимаю вот так еще проверьте все чтоб хорошо было а сейчас сделаем лодочку вот эти вот кончики вот так скрепляем чтобы получилось у нас лодочка вот так вот вот так вот вот так вот качапури на профиль и разравниваем еще вот так раздвигаем вот 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 чтобы он у нас такой получился так вот бортики так проверяем все все ли хорошо защипнуто сейчас я сделаю второй такой же сейчас нам надо у нас было тесто сейчас включаем разогрев а вот стоит видите 95 градусов в пять минут представляете нам надо 180 градусов сейчас я устанавливаю 180 градусов так вот 180 градусов значит разогрев старт все пять минут сейчас каждую порцию которая у нас начиночка заполняем лодочки вот так вот выкладываем все полностью вот такой прямо ложечкой применайте начинка вся полностью у меня рассчитана поэтому все должно хватить чтобы было немножко с горочкой потому что бортики у нас поднимутся у выпечки вот и начинка у нас внизу будет совсем будет не видно так вот этот остаточек на две порции качапури сейчас я сложу в контейнер и поставлю в холодильник завтра утром мне пригодится а эти качапури сейчас разогреется осталось уже у меня две минутки и мы отправляем в духовку значит на 180 градусов приблизительно минут на 15-20 как всегда повторюсь вам зависит от вашей духовки так как у меня первый раз я буду печь в такой печке оберхов поэтому я тоже буду следить как у меня испечется сначала поставлю на 15 минут а дальше будет уже видно разогрев прошел видите уже все звуковой сигнал сейчас я значит нажимаю выпечку так 175 я подгоню до 180 убавляю потому что я буду смотреть лучше потом еще прибавлю на 15 пока поставлю все открываю и ставлю качапури так поехали пока готовится качапури нам нужно приготовить два желточка белок нам не нужен мы его использовать будем другое куда-нибудь место так а желточек пойдет в качапури вот таким вот образом раз один и второй смотрите какая красота получилась просто глаз не оторвать сейчас тихонечко вот так вот делаем дырку вот так так сюда желточек оп так и втором также точно поступаем так и еще отправим в духовку буквально на две минуты так качапури приготовились сейчас я сюда добавлю сливочного маслица вот так вот по чуть-чуть так вот на горячий сыр не так масло это не в холодильнике было поэтому вот мягкое такое вот посмотрите еще тут вот так вот покажу смотрите какая это красота просто глаз не оторвать посмотрите а приготовилась то ведь очень очень быстро одно качапури у меня будет кушать муж побольше ему а это я так для тех кто мало ли не знает качапури едят только руками никаких вилок ложек ножей ничего отрываем кусочек тесто вот так вот желточек сыр и вот таким вот образом кушаем всем вам хорошего вечера и приятного аппетита вот ну вот мой 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 хачапури смотрите какая красота я вам там не показала тесто знаете как мягонько горячее очень ой смотрите вообще класс все вот это вот так уж макается и кушается на камеру я не ем показывать вам уж не буду положу этот свой кусочек печь супер как видите я протестировала печет изумительно столько функции я еще ни в одной печки не видела столько функции ну просто я не знаю сказка просто сказка мечта любой хозяйки я очень довольна своим приобретением хочу сказать что я ее приобретала не для себя в подарок новую на новый год детям сначала одним сделаю детям потом вторым уже подарок сделаю вот это мини печь оберхов меня пойдет в подарок дети будут очень довольны я тоже потому что но это действительно супер мини печь если вам понравилось видео то ставьте лайки не забудьте подписаться на мой канал оставить пару слов комментарии я буду вам очень благодарна всего вам самого доброго и самого хорошего с вами была ваша татьяна пока пока